МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО повышением роты реформа в системе образования. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Куда звонить, если встретили на улице агрессивную стаю собак? В Госветуправлении рассказали про отлов о бродящих животных. 29 лет в эфире. Канал 16 отмечает день рождения. Подробности далее. Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство, заявил президент. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с правительством. Поручаю отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центров. Также президент сообщил, что программу бесплатной газификации в России продолжат. Для физических лиц она будет действовать на постоянной основе. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты, детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. В сферу ЖКХ инвестируют 4,5 триллиона рублей за 10 лет. Минимальный размер оплаты труда в стране вырастет на 18,5% до 19242 рублей. Увеличить планируют и налоговые льготы. Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога. В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. За каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор. Фонд будет работать по принципу одного окна. Его структуры уже в этом году появятся во всех регионах страны. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической, поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. Высокотехнологичное партизирование для всех, кто в этом нуждается. Реформы ждут систему высшего образования. Россия необходима вернуться к традиционной для страны системе обучения специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет, пояснил президент. По его мнению, для высшей школы необходим синтез советской системы образования и нового опыта. Студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат там обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны. Кирилл Ливанов привык проводить вечера не дома с родными, а на службе. С пяти вечера до пяти утра он патрулирует улицы родного города. Если в дежурную часть вдруг поступило сообщение, что где-то произошла беда, экипаж ППС первым приходит на помощь. Его задача – оценить ситуацию, принять возможные и необходимые меры или вызвать другие структуры. Саров – спокойный город, признает Кирилл Борисович, но работы стражам порядка в нем все равно хватает. По сравнению с тем, что было раньше, в лихие 90-е, конечно, сейчас обстановка несколько поутихла, то есть стало меньше уличных преступлений, в частности, краж с автотранспорта. Но в то же время тенденция в наркотическом плане сейчас усилилась. По зову долга в патрульно-постовую службу Саровской полиции Кирилл Ливанов пришел в 1997 году. Стать милиционером мечтал с детства. Первые патрули в должности стажера вспоминают с улыбкой. Сегодня нет уже ни той робости, ни волнения, что были в первые дни. За плечами 25 лет работы, огромный багаж знаний и опыта, который Кирилл Борисович передавал стажерам. В апреле он уходит на пенсию, но родное УВД навсегда останется в его сердце. Вспоминать будут, конечно, многочисленные дежурства, вызовы, правонарушители, с которыми приходилось иметь дело. За годы службы Кириллу Ливанову вручили немало наград. В 2019 году он получил нагрудный знак «Отличник полиции». Также был награжден медалями МВД России за отличие в службе 3, 2 и 1 степени. Занесен на доску почета Муниципального управления МВД России по ЗАТО «Саров». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В прошлом году сотрудники Госветуправления отловили 150 безнадзорных собак. В текущем году планируют отловить в два раза больше животных в связи с увеличением финансирования по программе ОСВВ «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск». Именно по такой системе работает отлов и в Сарове. Если на улице появилась собака, которая ведет себя агрессивно по отношению к людям или домашним животным, то сотрудники ветеринарного управления отлавливают ее и помещают в приемник на карантин на 10 дней. В этот период собакам делают прививки против инфекционных заболеваний, также их стерилизуют и кастрируют. Во время операции также происходит биркование этого животного, которому присылается индивидуальный номер. И поэтому отловленных животных видно сразу по биркам на ушах. Бирки могут быть красного, желтого и сейчас уже зеленого цвета. Цвет бирки роли не играет. Играет только номер, который написан на этой бирке. По нему можно будет узнать, когда это животное было отловлено и где. Животное прививают против бешенства и выпускают на волю по тому адресу, где его отловили. Если уже чипированная собака на улице проявляет агрессию, то ее помещают в приемник Госветуправления на 90 дней. Через это время снова оценивают поведение животного. Если собака продолжает лаять и бросаться на людей, то ее оставляют в приемнике. Никого никогда мы не усыпляем. Эвтаназия противопоказана. И еще раз хочется об этом сказать жителям, мы не убиваем. До 2020 года не было программы ОСВВ. И тогда отлов животных действительно проводился путем, для эвтаназии проводился. Сейчас этого нет. Все животные живые, выпускаются в окружающую среду. Чтобы перевести собаку в приемник, сотрудники отряда делают ей специальную усыпляющую инъекцию. Также в различных случаях используют клетку-ловушку и ружья с дротиками со снотворным. Бригада по отлову состоит из четырех человек. Стаи бродячих собак появляются по вине людей, которые безответственно выбрасывают четвероногих на улицу. Все животные, которые попадают к нам по отлову, являются контактными. То есть животные ласковые, можно взять в руки. Значит, есть очень большой шанс, что они могут обрести себе новых хозяев. В этом нам очень помогает волонтерское общество «Верный друг». Через их сайт мы размещаем таких животных на пристройство. И очень часто у нас этих животных забирают. Следует помнить о том, что стаи безнадзорных животных скапливаются там, где их регулярно кормят. Отлов осуществляется в рамках контракта с Департаментом городского хозяйства. Свои заявки можно оставлять по телефону 977-98. При обращении необходимо сообщить свои контакты для того, чтобы сотрудники могли узнать подробности о стае собак. Также можно обратиться в госветуправление по номеру 492-00. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 21 февраля 1994 года в эфир вышла первая программа канала 16 «Давайте познакомимся». Журналист Игорь Грузин вместе со съемочной группой отправился на улицы Наукограда, чтобы узнать у его жителей, нужно ли городу свое телевидение. Конечно, хотел бы. А почему? А почему? Люди бы все сидели дома, занимались своими делами, смотрели телевизор. Понятно. Что? Свою телевидение, чтобы у нас было. Да. Не знаю. Я редко смотрю телевизор. В телевидении жить мы просто здесь не сможем. Да, обязательно. А зачем? А потому что в нашем городе должно все быть. Впервые телевидение в закрытом городе появилось в начале 60-х и просуществовало более 20 лет. Те новости значительно отличались от современных. На формат влияли строгие режимные требования и дефицит хорошей аппаратуры. После достаточно долгого перерыва телевидение в нашем городе возродилось. Но в эфире канала 16 горожане увидели уже совсем другие новости. Сегодня городское телевидение возрождается заново. Но нельзя дважды войти в одну реку. И, наверное, наше телевидение будет другим. Мы по-другому смотрим на мир. Изменился стиль жизни. Изменилась сама жизнь. Появились энергичные и предприимчивые люди, которые не пугаются трудностей нового дела. Ну, по характеру, каким оно должно быть? Должно быть, конечно, самостоятельным. Это я говорю заранее, потому что у администрации намерений как-то управлять телестудии нет. Поэтому самостоятельность, но одновременно и объективность, правдивость и объективность во взаимодействии со всеми слоями, группами населения. Вот это очень важно, чтобы не было выборочного подхода. Новости ядерного центра, православная тематика событий в сфере культуры, медицины, криминальная хроника. Ежедневно по будням в эфире канала 16 выходил 30-минутный выпуск новостей. Готовил репортажи о людях и для людей сплоченный коллектив операторов, журналистов и монтажеров, специалистов ярких, творческих, идейных. И каждый, кто работал здесь, кто начинал этот проект, все абсолютно это понимали. Все работали, не считаясь со временем. Мы все уходили в 9-10, в 12, в 2. Вот как надо, так работали. Причем работали по всем направлениям. Владимир Иванович правильно сказал. Весь город был как на ладошке. Был, значит, Слава Лопашов – молодежная программа. Ира Нехаева – спортивная программа. Особо цены среди материалов тех лет фильмы о городе считает журналист и телеведущая Ольга Корнилова. Документальные ленты не только рассказывали зрителям о истории родного Наукограда, но и показывали жизнь закрытого города тем, кто никогда не сможет попасть на другую сторону контрольно-пропускного пункта. Один из самых популярных форматов тех лет – прямые эфиры. А они живее смотрелись. И люди-то живые приходили, не в записи, а, скажем, если особенно, когда начинались выборы, что у нас там творилось. Но прямые эфиры. Все пытались выйти в прямой эфир, чтобы провести какую-то акцию рекламную. Очень много. Это вот первое, что я оцениваю, что самое позитивное – это прямой эфир. Сегодня медиапространство стало гораздо шире. Актуальные новости можно получить, открыв ленту практически любого мессенджера. Канал «16» идет в ногу со временем. Мы есть на всех популярных цифровых платформах. Но в то же время бережно храним традиции эфирного вещания, заложенные основателями канала «16». Политика, культура, спорт, медицина, происшествия, региональная и федеральная повестки. Мы делаем новости о вас и для вас. 21 февраля, впервые в 1994 году, 29 лет назад, вышла первая передача. Но на самом деле предприятие было зарегистрировано в ноябре 1993 года. И для нас, для всех, это год 30-летия организации под названием телерадиокомпания «Канал-16». 30 лет «Канал-16» на острие информирования граждан о политике, о спорте, о событиях и новостях, о простых людях, которые живут в нашем городе. И я думаю, что впереди у нас большие перспективы и еще 30 лет работы. К своему 30-летию в ноябре мы готовим масштабный ретроспективный выпуск «Пешком по Сарову». Вспомним, как все начиналось, поговорим с ветеранами Саровского телевидения, найдем старые кадры и все это покажем вам. Оставайтесь с нами, будет интересно. Рассказать о том, как можно вторично использовать мусор, сформулировав свою идею в виде слогана, а потом зашифровать его с помощью переменных эквантеров. Так звучало непростое и одновременно увлекательное задание для учащихся школ сети атом-классов «Эко-челлендж-перезагрузка». Понятие переменных эквантеров участникам челленджа рассказывали на обучающем вебинаре лицея номер 15. Дети, во-первых, получали экологически важные навыки, во-вторых, с помощью инструментов математики реализовывали это. Снимали ролик, отправляли ролик в группу в сети ВКонтакте, ну и дальше, соответственно, наше строгое жюри оценивало. И нужно сказать, что этот конкурс вызвал достаточно большой интерес в сообществе. У нас приняло участие 90 учащихся из 16 школ-участниц сети атом-класса. Участие в реализации дистанционных образовательных форматов сети атом-классов – обязательный показатель, по которому формируют рейтинг школ-участниц. В сеть атом-классов Саровский лицей попал в 2019 году. Именно в этом году здесь появилось многофункциональное брендированное пространство, оснащенное разнообразным лабораторным оборудованием. У нас в стране существует на данный момент 66 атом-классов в школах и еще 9 межрегиональных сетевых центров атом-классов. И, соответственно, школа Росатома ежегодно проводит вот такой рейтинг результативности деятельности атом-классов. Еще три обязательных показателя в составлении рейтинга в соответствии образовательной среды технологическим стандартам сети, учет технологических требований, а также результаты экзаменов, олимпиад и конкурсов. В этом году Саров вошел в десятку лучших и занял седьмое место. В следующем году лицей планку опускать не собирается и будет бороться за лидерские позиции. Если говорить о результативности, то количество баллов, которое как раз по итогам ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад, из всех школ рейтинга, она у нас самая высокая. То есть вот здесь мы надеемся, что планку мы и не снизим. Но мы видим для себя перспективы для роста. Перспективы для роста – это как раз вот сетевые мероприятия и участие в сетевых мероприятиях. В конце ноября планируют запустить геометрический челлендж «Измерил. Расскажи». Школам-участникам нужно будет выбрать в своем городе любой объект и измерить его бесконтактным способом. Узнать эти способы можно будет на вебинарах лицея. Все объекты соберут в одну большую интерактивную карту городов «Росатома». Один из самых торжественных моментов церемонии посвящения в ряды юноармейцев – выдача личных книжек каждому новому члену детско-юношеского движения. В этих книжках будут фиксировать успехи, знаки отличия, награды и звания юноармейца. Поздравить ребят со знаменательным днем вступления в новый этап жизни пришли представители администрации, военного комиссариата, духовенства и руководители военно-патриотических клубов города. Я надеюсь, что каждый из вас будет принимать активное участие в этом движении, будет показывать активные результаты, активные успехи. И в конце учебного года, когда мы будем подводить итоги, мы будем награждать все больше и больше мальчишек и девчонок. Хочу пожелать вам, чтобы каждый из вас стал защитником в первую очередь себя, своих родных и близких и любил нашу Родину. Духовная составляющая, нравственная составляющая – это очень важная черта любого воина, любого защитника. Желаю, чтобы вы были достойными во всем, имели знания, способности и были прекрасными, добрыми, хорошими, отзывчивыми, любящими, чтобы ваша душа тоже была прекрасной. Мальчишки и девчонки прочитали торжественную клятву юнормейца. Ребята пообещали быть верными своему долгу, защищать слабых, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к победам и служению своей стране. Новые члены движения четко понимают свою задачу и осознают всю ответственность, которую предполагает почетное звание юнормейца. Юнормейц – это человек, который делает сам добрые дела, который сам на это подписался. Это человек, который служит Родине, он ее не предает, который делает благие дела. Буду участвовать в разных конкурсах, буду ходить на разные мероприятия, также буду участвовать на разных парадах. Ну, что дальше уже будет, мы узнаем. Став юнормейцем, я смогу быть помощником, служить Родине, любить ее, защищать старых, молодых и всех. Торжественная церемония посвящения в риды юнормии завершилась под гимн Российской Федерации в исполнении военного оркестра. Светлана Ярунова, Константин Островский, Евгений Ивашенко, Служба новостей Саров, 24. Уроки мужества при Клубе здоровья, Центрами школьной работы стали традиционным мероприятием к 23 февраля. Ребята встречаются с ветеранами и участниками боевых действий. Молодое поколение должно знать героев своего Отечества и своей малой Родины в лицо, считает педагог ЦВР Вячеслав Лапашов. Для этого готовят экспозицию из портретов тех бойцов, которые погибли в локальных войнах Афганистана, Чечни и в зоне специальной военной операции. На примере конкретных людей, жителей нашего города, мы рассказываем о величии подвига русского человека, русского в большом понятии, да, России, которые встали на защиту своей страны. Мало кому известно, что у музея военно-исторической миниатюры есть продолжение. На небольшой экспозиции в Клубе здоровья представлены экспонаты уже гражданской направленности. Игрушки, техника, бытовые предметы советского периода. Все это собирали по крупицам, приносили жители города. Многие вещи из коллекции самого Вячеслава Лапашова. Немало интересного и в самом музее солдатика. Здесь XX веку посвящен не один стеллаж. Самое ценное, что посмотрев на солдатиков того или иного исторического события, можно узнать, как на самом деле выглядели войска Красной Армии и ее предводители. В музее военно-исторической миниатюры хранится даже настоящая форма периода Великой Отечественной войны. Вот тут стоит вот китель, десантник. Это китель 1968 год моего дяди, еще 1968 года. Представляете, вот я его сохранил, когда был маленьким, я в нем ходил, выпендривался, а потом вот просто сохранил, и вот он теперь у меня здесь в музее. Недавно нам принесли форму, гимнастерку подлинник, красноармейца, именно пехотинца. Приходите в музей военно-исторической миниатюры Клуба здоровья, Центр внешкольной работы, чтобы погрузиться в увлекательный мир истории, далекой и не очень. Юношеский максимализм, альтруизм и желание помогать людям привели Илью Шемякина на работу фельдшером. Начинал он в Дивеевском фельдшерско-акушерском пункте, успел поработать в приемном отделении, а сейчас служит в бригаде скорой помощи в клинической больнице номер 50. Мы полипрофильные специалисты, то есть у нас нет никакой дифференцировки в плане вызовов. То есть едем абсолютно ко всем и абсолютно на все. Каждый вызов уникален, каждый пациент уникален. В среднем за смену одной бригады 10-13 вызовов. Однако день на день не приходится, иногда совсем нет времени заехать на станцию. При этом, по признанию фельдшеров, большой процент вызов не требует экстренного медицинского вмешательства. Мы бы хотели, чтобы люди более взвешенно оценивали свое состояние, состояние своих родных, не подвергались панике. Ставили машину так, чтобы могла проехать санитарный автотранспорт. Но это, наверное, самое основное, потому что это единственное, что у нас больше всего. Люди часто паникуют, часто оставляют машины, приходится объезжать, искать всякие лазейки, чтобы проехать. Такое ощущение, что у нас отсутствует культура здоровья у людей. И у нас люди начинают задумываться о своем здоровье уже после пенсии, когда уже большой букет хронических заболеваний у них. И тут они понимают, что, оказывается, нужно было заниматься здоровьем. И, конечно, употребление алкоголя – это прям бич. Не знаю, как всего человеческого, но в России это заметно. То есть, как правило, большой процент вызывов у нас, то есть вызывающие, у которых какая-то катастрофа случилась с здоровьем, он, как правило, находится в руководной пене. Максим Остапкевич – фельдшер с 22-летним стажем. Интересных, сложных или забавных случаев его практики было немало. Но самым трогательным он считает роды, которые ему пришлось принимать на дому. Это был один из первых его вызовов после окончания медучилища приема на работу. Женщина решила не обращаться в роддом, а родить самостоятельно. Но медиков все-таки позвала. В моей практике это было впервые, когда я принимал роды дома. Сейчас это с каждым годом реже, периодически бывает. Но пока обходилось как бы без осложнения, скажем так. Все у нас было удачно, приезжали в ворами. Роженицы, ребенок доставлялись в ворами, все живы, здоровы. Фельдшер должен делать и уметь все, рассказывают наши герои. Это специалист широкого профиля. Он проводит медицинские манипуляции, может самостоятельно осмотреть пациента, поставить диагноз и начать лечение. 21 февраля фельдшер отмечает профессиональный праздник. Не хватает врачебных кадров, нет младшего персонала медицинского. И на стражу здоровья встает никто иной, как фельдшер. Уникальность профессии состоит в том, что он может работать руками, он должен хорошо работать головой, он умеет и может использовать свои ресурсы, свою профессиональную деятельность в своей работе, в оказании скорой и неотложной медицинской помощи. Поэтому сегодня всем своим фельдшерам я желаю крепкого здоровья. Я хочу, чтобы они долго-долго работали в этой профессии, чтобы все, кто к нам пришел, оставались вместе с нами и всегда хранили честь и достоинство в своей профессии. В честь праздника главный врач КБ номер 50 Игорь Лошманов вручил фельдшеру скорой помощи Максиму Остапкевичу медаль Министерства обороны Российской Федерации за укрепление боевого содружества. Благодарственными письмами от Министерства здравоохранения Белгородской области наградили фельдшера Илью Шемякина, врача Елену Клюеву и водителя Юрия Родина. Путь экскурсовода у Натальи Чуваткиной начался с открытия в городе художественной галереи. Получив соответствующее образование, Наталья Сергеевна решила реализовать свои знания в новой и интересной профессии. Свою первую экскурсию наша героиня помнит до сих пор. Было это 28 мая 2008 года, в день торжественного открытия галереи в новом здании. Вспоминает, что было очень волнительно. Тряслись поджилки, я очень сильно переживала, но эта обратная связь, которую я получила в конце нашей встречи, в конце экскурсии, она окрылила меня и окрепила вот это вот мое понимание, что я действительно на своем месте, что мне нравится моя работа, что я готова двигаться дальше в этом направлении. Выставки в зале всегда меняются, поэтому экскурсовод не испытывает недостатка в новых знаниях и открытиях. Наталья Сергеевна знакомится с художниками, скульпторами, фотографами, с историей создания экспозиции и отдельных работ. Всю информацию о выставках экскурсовод адаптирует под возраст посетителей – от самых маленьких детишек до людей пенсионного возраста. При этом экскурсовод должен много знать не только об отдельной экспозиции, но и обладать общим широким кругозором. Наша задача, как экскурсовода, в первую очередь заинтересовать зрителя, сделать так, чтобы наша встреча была в первую очередь интересна и понятна, чтобы не возникало никаких вопросов, потому что зритель приходит, как правило, неподготовленный, многое непонятно, многое интересно, и мы пытаемся преподнести информацию в доступной форме. Также экскурсовод художественной галереи участвует в монтаже выставок, подготавливает этикетки для художественных работ. Наталья Чуваткина знает все не только о картинах, но еще умеет мастерить своими руками и учит этому других. Наталья Сергеевна проводит различные мастер-классы и творческие мастерски для детей. Экскурсоводом, настоящим в общем понятии этого слова, я стала спустя два или даже три года работы здесь. Это, конечно же, опыт, это поддержка коллег, конечно же, потому что без этого невозможна наша работа. Мы смотрим, мы учимся, мы повышаем нашу образованность. Поздравляем всех экскурсоводов с профессиональным праздником. Давно известная студия спортивных бальных танцев «Гармония» под руководством Ирины Дудоровой прославила Саров далеко за его пределами. Здесь готовят профессионалов, которые бьются за призовые места на самых престижных конкурсах страны. Азы танцевального искусства в студии постигают и самые маленькие саровчане. Мне нравится выступать на сцене и танцевать. Мне нравится заниматься. Мне нравится то, что мы тут танцуем. Танцевать – это мой дар. То есть я люблю тут. Меня просила сама мама, чтобы она меня всегда приняла. Спортивные и бальные танцы изучают в стенах дома молодежи в студии ДЭКО. В каждом номере свой характер, свои эмоции, образы, отточенные движения и неповторимый стиль. Один из самых простых танцев, который осваивают первым – трехтактовый вальс. Здесь нет сложных ритмических конструкций. И сами базовые шаги также простые. А вот верх танцевального искусства в спортивных бальных танцах – это медленный фокстрот и пасадобль. Свой эмоциональный опыт, жизненный какой-то и глубину каких-то эмоциональных моментов, которые раскрываются в танцах, но они приходят не сразу, естественно. Какое-то время обязательно надо ребятам, чтобы повзрослеть. Екатерина Сысоева пришла в Дом молодежи в 11 лет в студию бального танца. Мир танцевального искусства настолько увлек ее, что она решила связать с ним всю жизнь. И сегодня свою любовь к чувственному вальсу или страстному танго передает своим воспитанникам. Для того, чтобы хорошо танцевать, нужно иметь очень много физической подготовки хорошей. И также бальные танцы – это искусство. Нужно уметь в танце показывать конкретную историю. У нас на занятиях учат самые лучшие тренеры – Денис Геннадьевич и Екатерина Владимировна. Они нас научили многому. И благодаря им мы занимаем первые места на соревнованиях. Проводят свой досуг в Доме молодежи и пожилые люди. У истоков этого направления работы стояла Зинаида Петровна Пашихонова. Хор ветеранов «Войны и труда» появился здесь при ней. Сегодня коллектив носит звание народного. В репертуар входят русские народные песни. Песни советских композиторов, классика, патриотические произведения. С лучистыми глазами и звонкими голосами своей энергией и жизнелюбием участники хора ветеранов заряжают публику. А благодарные зрители награждают их бурными аплодисментами. От них заряжаешься энергией. Они очень позитивные, они очень веселые. И порой даже могут дать фору многим молодым. Поэтому с ними очень интересно, весело и задорно. Для Дома молодежи 2023 год – особенный, юбилейный. В этом году ему исполняется 40 лет. Сегодня это место, где работают пять коллективов разнообразных направлений хореографии. Занимаются в них около 90 участников в возрасте от трех лет. Ежегодно двери дома распахиваются для 11 тысяч саровчан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова